приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том какие вещи нельзя принимать ни в коем случае никогда ни при каких обстоятельствах не берите эти вещи чтобы не навредить себе а если вы их возьмете то причините себя определенные проблемы и беды о чем это мы хотим вам сказать далее более подробно мы поговорим в этом видео поэтому друзья обязательно досмотрите это видео до конца потому что будет очень много полезной важной нужной и интересной для вас информация для кого-то эта информация возможно вы о ней услышите впервые а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации вы знаете и за дня в день мы с вами делаем какие-то обыденные вещи и даже очень часто не задумываемся что можем этим принести себе вред и тем самым привлечь негатив в свою жизнь ведь каждая вещь несет в себе свою определенную энергетику а также может передавать энергетику которую в нее заложил другой человек и не разобравшись и не придав значение мы с вами можем так принять вещь или какой-то предмет от человека который желает нам зла который нам завидует и эта вещь уже изначально будет пропитана негативом злостью возможно ненавистью и притянет этот весь негатив в нашу жизнь а с ним и разного рода и неприятности и неудачи вы также знаете что любая вещь несет в себе энергетику своего хозяина она может быть как положительной так и отрицательной поэтому не рискуйте и не примеряйте на себе никогда чужие вещи даже если вам в этот момент очень хочется это сделать да мы такие люди и мы имеем свои какие-то недостатки но вы должны понимать что скупой платят дважды также очень люди часто через вещи сбрасывают негативные программы и энергии для того чтобы их убрать из своей жизни и изменить свою жизнь прежде всего только в лучшую сторону бывает и такое что таким образом человек зная что у вас дела обстоят намного лучше чем у него например успешнее работа дружнее семья лучше финансовое положение специально отдает вам какую-то вещь для того чтобы обмениваться энергиями и вам отдать свою плохую забрав при этом вашу хорошую поэтому если вы не уверены в человеке не знаете о его помыслах лучше вообще ничего не берите у него так вам никто не сможет точно навредить но бывает что человек лжив и улыбаясь вам в глаза старается целенаправленно навредить а вы к сожалению ни о чем не подозревая берете у него такую вещь или даете ему свою после чего вы остаетесь без своей созидательной положительной энергетики и вы знаете есть такие вещи которые нельзя брать у другого человека так как последствия будут неблагоприятные для вас вы берете какую-то вещь от человека испытывая в этот момент благодарность и положительные эмоции а он отдавая вам ее отбирает вашу положительную энергию и нарушает тем самым ваше энергетическое поле амулет обращаем ваше внимание в если вам его не да не дарить кто-то дарит тут из ваших близких родных не стоит не то чтобы приносить в руки вообще даже брать потому что как правило амулеты это индивидуальная вещь человека и никто не знает и не может проконтролировать с какой энергетикой вам ее прива преподносят и вообще на что сделан этот амулет вам могут сказать что он например для привлечения счастья удачи вашу жизнь вы начинаете его носить а человек подаривший его вам все это получит свою жизнь а вы к сожалению можете остаться с перекрытыми потоками положительной энергии и с большим количеством негатива поэтому перед тем как принимать такой подарок в виде амулета видя оберега сто раз подумайте это очень важно далее что не нужно никогда принимать это одеяло и подушки дело в том что это опасные вещи так как если они напитаны негативом они будут вам его отдавать во время сна а в это время вы больше всего не защищены вас может начать мучить бессонница а все это приведет к нарушению вашего энергетического поля и привлечет к вам негативную энергетику которая с каждым днем вашего пользования этими вещами будет притягивать разные негативные энергии вашу жизнь к таким вещам также относятся любого вида украшения потому что украшения они легко впитывают разные энергии и их часто дарят или дают поносить для того чтобы забрать вашу энергетику и при этом отдав вам взамен плохую и вы ничего не подозревая будете носить эту вещь и к сожалению вы можете лишиться своей положительной энергетики у вас в жизни начнутся неприятности так как ваша энергетика перейдет другому человеку также никогда не берите веник у других людей так как это очень сильный оберег для дома веник проводит чистку нашего дома и выметает из него всю грязь и весь негатив веник защищает хозяев от бед от неприятностей выметает все плохое и неприятности взяв веник вы этим самым притягиваете свою жизнь финансовые проблемы и чем больше вы будете ним пользоваться тем больше будете из своего дома выметать счастье и благополучие начнутся семейные ссоры и проблемы с этой вещи нужно быть предельно осторожно следующая вещь это зеркало и зеркало это сакральный предмет и взяв его вы берете энергетику человека который перед этим в него смотрел если человек не желал вам ничего хорошего вы все это примете и посмотрев зеркало впитаете в себя окружившись сплошным негативом и при каждом следующем разе как как будете вы смотреть такое зеркало будете только увеличивать этот негатив даже если вы на минутку возьмете у кого-то зеркало просто глянуть вы подберете всю энергетику человека кто держал его в руках хорошо если она без негатива а вот если нет нужно подумать над этим далее друзья что не нужно никогда брать примерять вообще не нужно брать в руки это заколки резинки расческа никогда не берите эти вещи они чужие они энергетически достаточно сильны и способны передавать в себе энергию которую в них заложили а также если этой расческой до вас кто-то уже причесался то к сожалению ничего хорошего не не вы не увидите взяв такое тоже заколку или резинку или расческу вы ничего нового в своей жизни к сожалению не обретете вы должны понимать что любые чужие вещи не купленные вами это чужие вещи из не стоит них не брать даже в руки а вопросы касающиеся вещей вообще нужно изучать изучать достаточно тщательно для того чтобы не навредить себе ведь вещь имеет энергетику если она переплетется с вашей то ничем хорошим это не обернется для вас также думаете у кого вы что берете и кому что даете из своих вещей потому что не все что и кто вас окружает они доброжелательны по отношению к вам не стоит об этом забывать очень часто мы видим возле себя например каких-то хороших добрых знакомых на первый взгляд своих подруг мы берем какие-то определенные вещи а после этого мы узнаем что наша жизнь ли летит непонятно в каком направлении и мы не знаем что тогда делать поэтому лучше не берите эту или иную вещь или предмет а возьмите заработайте своим путем своим трудом и купить ее себе во первом будет приятнее во вторых на работ пропитана вашей энергетикой в третье к тому времени когда вы уже будете приобретать независимости что это украшение какое-то платье или возможно что то из косметики возможно но уже будет усовершенствована и намного будет лучше не стремитесь никогда чужое брать потому что вы не знаете какие мысли у другого человека в голове и вы должны понимать что вы можете совершать какие-то поступки по своей доброте к сожалению и незнанию а другой человек будет делать для того чтобы отобрать у вас 100 что ему захотелось иметь в своей жизни да это нечестный путь но он также существует в нашем мире и благодаря вот такому нечестному пути мы с вами развиваемся каждый развивается и приобретает новый опыт очень часто он болезненный опыт он тяжелый опыт поэтому чтобы не было вот таких вот ошибок вы просмотрите еще раз это видео прочитайте побольше информации но никогда не берите чужие вещи даже если вы думаете что это ваша самая лучшая подруга и друг ни с того ни сего она вам вот прямо заставляет вас вот возьми мне я тебе дарю и так далее не стоит потому что к сожалению из практики только видим негатив к сожалению такого жизнь и люди имеют свои определенные минусы в своем характере в своих каких-то обычаев своих каких-то привычках которые влияют и на жизнь других людей